Сегодня я с самого утра убирал дом. Самой грязной была кухня, но я справился. Поэтому поехал к себе в комнату отдыхать. А тем временем в комнате бездельничал Кожаный. Он пересматривал Терминатора. Вау, я залип. Это же кино про роботов. Так, всё, Кожаный, я придумал, смотри. Тодом, Тодом, Тодом. Тодом, Тодом. Киборг. Убийца. Ну чё, прикольно? Запомни, короче, если я когда-то буду в UFC выступать, хочу под этот трек выходить. Только не перепутай. Но Кожаный, как обычно, не реагировал. Ой, ну и ладно. Найду себе промоутера позговорчивей. Слышь, Штора, а тебе кто больше нравится, Конор или Хабиб? Тем временем Кожаный переключился на кулинарные видосы. Не, ваша человеческая кулинария мне вообще до вентилятора. Кожаный взял телефон и пошёл на кухню. Ставлю лопасть на отсечение, что он сейчас там намусорит. И так наш Гордон Рамзи на минималках реально собрался что-то готовить. О, судя по всему, замахнулся на курицу под соусом терияки. Ну посмотрим. Не прошло и пяти минут, как наш рукожоп рассыпал по всей кухне гречку. А прикол в том, что для рецепта ему гречка вообще не нужна. Угомонись. Не твой уровень, дорогой. Твой уровень яичница. Я сначала не хотел убирать, но смотреть на грязный пол мне чисто пылесосная этика не позволяет. Я всё-таки давал клятву уборщика. Собрал весь мусор. Кнул Кожаного в ногу. Предложил перемирие и прекращение его криворукой кулинарии. Но Кожаный не сдавался. Смотри, какой настырный. Весь в меня прям. Дальше ему, видимо, нужно было что-то посолить. И что вы думаете? Он, конечно же, попытался спародировать знаменитого турецкого повара. И, конечно же, всё пошло мимо тарелки. В какой-то момент моему местному повару, видимо, не хватило ингредиентов. Поэтому он вышел в магазин. Пока его нет, хоть уберусь спокойно. Вообще, уборка это моё хобби. Я ж для души это делаю. Так-то я планирую бизнес открыть. Поэтому я убирался и внезапно задумался. Что жизнь? Она ж как плитка на кухне. То чёрный кусочек, то белый. Нужно просто выбрать белые и ехать по диагонали. И вот, когда вроде бы всё наладилось, бац! И какая-то свинья тебе всю белую плитку запачкала. Эх, так и живём. Пока я размышлял, Кожаный успел вернуться. Поэтому я поехал в комнату. Нашёл первую же попавшуюся одежду Кожаного и пошёл протирать пол. Должен сказать, что джинсы слабовато впитывают влагу. Но если хорошенько протереть, то выходит весьма недурно. Нужно будет всегда пользоваться этим лайфхаком. Не знаю как, но издевательство над джинсами спалил хозяин. За натругательство над штанами я был задержан и арестован на 30 минут. Он закрыл меня в комнате. Я пытался подать апелляцию, пару раз стукнулся об дверь. Но ничего не вышло. Блин, ни за что повязали. Теперь сидеть тут в четырёх стенах. Но долго ждать не пришлось. Пришёл Кожаный. Взял меня в руки и выпустил по условно-досрочному за хорошее поведение. Отнёс на кухню. Я чувствовал какой-то подвох. Но ещё бы. Теперь на полу валялся рис и мука и шелуха от яиц. И Кожаному нужно было, чтобы кто-то это убрал. Я-то уберу, но вот ты криворукий завязывай. Последний раз предупреждаю. И мои просьбы подействовали. Наш кулинар успокоился и бросил дурную затею. Сложил всю посуду в умывальник. Поставил чайник на плиту и начал подготавливать роллтон к заварке. Ну слава китайской промышленности. Дошло таки. Я почти доубирал всю грязь. Когда Кожаный, пытаясь открыть пакетик с приправами, рассыпал всё содержимое мне на голову и пол. Ну всё, мешок с костями. Даже роллтон это не достоин. Я поехал к дяде холодильнику. Одолжил у него кабель питания. Немного махинаций, небольшое замыкание и вуаля. В квартире погас свет. И плита. И это значит, что Кожаный теперь идёт заказывать готовую еду. Ну вот и всё. Шоу Мастер Шеф на сегодня окончено. Валите из кухни, уважаемый. Робот-пылесос. Оттоп. Сегодня я спокойно сидел в углу и дремал. Ну а чё, экономлю силы. Поехал проверить дверь. Всё закрыто. Фух. Но настроение уже испортилось в конец. Я решил, что всё. Может это был просто сон, но пора что-то менять. Я беру все свои деньги и иду делать себе новые навороты и примочки. Пока не знаю как, но для начала нужно собрать деньги. Не то, чтобы я завёл аккаунт на Патреоне, просто поехал в комнату забирать свою наличку. Но по дому шастал Кожаный. Пришлось ждать, чтобы он не заметил мой тайник. Но он никуда не собирался уходить. Тогда нужно как-то заставить его что-то делать. Я не придумал ничего лучше, чем устроить потасовку с одеждой. Штанишки, а ну сюда подошли. Вы чё на меня так косо смотрите? Да я вижу, вы шушукаетесь там с носками. Сюда давай, раз на раз. Ну, начался замес. Всё по классике. Мы выкатились на коридор. Началась возня. Наконец-то из комнаты вышел Кожаный, разнял нас. Посмотрел на штаны. С недовольным видом пошёл бросать их в стиралку. О, это момент взять свои деньги. Но Кожаный сделал свои дела слишком быстро и вернулся. Он взял ещё вещи. Снова бросил их в стиралку и запустил её. А сам стал куда-то собираться. О, наконец-то. Всё, я спровадил начальство и начал откапывать свои денежки. Так, с то, что отрыл в комнате, пустим на модуль автораспознавания ковро. Ага, погнал на кухню. А тут у меня тоже немножко есть. Это пустим на новенький корпус. Да, как сверкну перед бывшей, ух, будет знать. Опа, из заначки выпал железный червонец. Не, ну может и мелочь. Ну моё, не оставлять же Кожаному. Иди сюда. Но монета сопротивлялась. Да иди сюда. Да, у меня не хватало мощности её затянуть. Вот блин, как раз хотел мощный мотор поставить. Я попытался ещё раз. Монета выскочила на коридор. Ты смотри, вообще-то я тут главный беглец. Я снова наехал на неё. А она снова ускользнула. Не, ну ты чё думаешь, я тебе Кожаному отдам? Всё своё беру с собой. Монета залетела аж в ванную. Ну всё, там пространства мало, ща я тебя схвачу. И тут монета заскочила прямо под стиралку. Ах ты ж зараза такая. Хорошо, что мы с миссис стиралкой были в нормальных отношениях. Однажды даже совместный побег готовили. Поэтому я попросил её подвинуться. Она всё поняла. Раскочегарила обороты на максимум. Её начало так трясти, что она выехала на полметра. Блин, но я всё равно не мог протиснуться. Попросил снять одну детальку. Мы с трудом насняли. Правда, это тоже не помогло. Я пытался достать свою монету со всех сил. Ещё шланг какой-то вечно под ногами путался. Я в порыве злости уже раскидывал всё. И вдруг оторвал шланг. Твою мать! Тётушка-стиралка, вырубайте воду, нас топит! Стиралка сказала, что уже старая и плохо контролирует процесс водоиспускания. Ой, блин, это ж потоп. Я понял, что это всё кранты. И как хреновый моряк первым же покинул тонущую ванную. Вот тебе и жадность фраера сгубила. А червонец я таки не достал. Вода продолжала заливать ванную. Через полчаса прилетел кожаный. В попыхах начал вымачивать воду. Я делал вид, что я там ни при чём. Кожаный много матерился на своём языке и выкручивал тряпку. Да ладно, заодно и пол помыл, ничего страшного. Но одно страшное произошло. Пришёл хозяин квартиры и сказал Кожаному выметаться нафиг. Потому что он затопил две квартиры снизу. Ой, неловко вышло. Ну, ничего, перемены это всегда к лучшему. Давай, бери манатки и это. Поехали что ли? Вот так мы с Кожаным и переехали на новую квартиру. Хей, всем здарова, друзья. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Пишите в комменты, что вам, как вам. И смотрите другие видосики на моём канале. Они тоже очень забавные.